Доходы россиян за прошедшее лето резко упали. Такие данные приводит Росстат. Падение составило 7% в годовом выражении. Уменьшились так называемые реальные доходы населения. Это денежные средства, которые остаются после обязательных выплат, таких как налоги. Рост цен также учитывается. Фактически меньше стало денег на покупки или накопления. Общероссийские экономические тенденции хорошо заметны в Видном. Остаток у нас стал намного меньше, намного хуже. Поэтому это очень значительно на нас отразилось. Особенно на нас, на пенсионерах. Поэтому нам и приходится ходить по магазинам и смотреть, где какие цены. Я замечал раньше, что на тысячу рублей я покупал один товар, скажем так, набор продуктов. То сейчас меньше. Вот только так. Пустились на гречку, макароны, картошку. Так вот и живем. А что экономить приходится, тем более у нас двое детей. Просто конкуренции нет. Ванчут сыры были, например, прибалтийские, польские, а теперь только российские. Качество хуже, цена выше. Экономический кризис в первую очередь бьет по занятым в бюджетном секторе, отмечают эксперты. По их оценкам, в России растет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. По данным экономистов, одновременно в финансовом и добывающем секторах зарплаты растут. Это усиливает разрыв между богатыми и бедными слоями общества.